Дискуссия о политической роли англиканства в Новой Англии и о правовом положении американских провинций в рамках Британской империи в новоанглийском пультонизме в 1740-1760-х годах. Соответственно, дискуссия о политической роли англиканской церкви в Пуританской Новой Англии, эти вопросы прежде всего касались проблем назначения англиканского епископа в североамериканские колонии в 18 веке. И вот это сугубо религиозное, казалось бы, противостояние англикан и пуритан в первой половине 18 века постепенно переросло в одно из самых острых политических противоречий, которое раскололо колониальное общество и послужило важной предпосылкой американской войны за независимость. Потому что разворачивается дискуссия и о предполагаемых полномочиях англиканского епископа в Северной Америке, разворачивается обсуждение положения американских провинций в рамках Британской империи, прав колонистов как британских подданных. Речь идет о границах колониального самоуправления и права на сопротивление деспотическому правлению. И современные исследователи американской революции, наряду с изучением радикальных политических доктрин и экономических факторов, которые стали причиной оформления освободительного движения в британских колониях, при этом стремятся учесть и сложные религиозные и психологические мотивы поведения колонистов. Вопрос о назначении епископа англиканской церкви в колонии традиционно рассматривается американскими исследователями как одна из значимых предпосылок войны за независимость США. И самый авторитетный сторонник подобной интерпретации событий, это Карл Брайденбо, он утверждает, что опасения религиозных преследований и возможного доминирования англиканской церкви в колониях Новой Англии стали, возможно, даже более значимым фактором в назревании англо-американского конфликта, нежели боязнь политической тирании метрополии. И вот не отрицая радикальных последствий развернувшихся религиозных дебатов о необходимости назначения епископа и сфере его полномочий, современные исследователи все-таки пытаются вписать этот конфликт, церковный конфликт, в более широкий исторический контекст функционирования политического механизма Британской империи. И рассуждает о религиозных тоже противоречиях, но в контексте беспрецедентного расширения Британской империи после Семилетней войны. Ну, вообще потенциальная угроза усиления влияния англиканской церкви в Америке особенно болезненно воспринималась в Новой Англии. Дело в том, что в этом регионе с 20-х годов 17-го века доминировала Британская церковь, но в результате событий второй половины 17-го века и начала века 18-го постепенно укрепляются позиции и официальной церкви Англии. И несмотря все-таки на очевидное покровительство Англиканской церкви со стороны властей Метрополии, число англикан в новоанглийских колониях в первые десятилетия 18-го века было невелико, но ситуация начинает кардинально меняться с созданием общества по распространению Евангелия. Это общество, надо сказать, щедро финансируется церковью Метрополии, и одной из задач этого общества был подрыв влияния пуритан в колониях Новой Англии. Ну и пуритания начинает получать довольно-таки тревожные симптомы усиления позиции Англиканской церкви. Ну вот, одно из таких обсуждений связано с прибытием все большего количества англиканских священников в колонии Новой Англии, который фиксирует Коттен Мезер. Зачем они сюда приезжают? Здесь прекрасные процветающие церкви. Ну и вот следующий слайд. Настоящим шоком для пуританской Новой Англии в сентябре 1922 года стало заявление девяти преподавателей Ельского колледжа, который был основан специально пуританами для подготовки священнослужителей своих церквей. Так вот, девять преподавателей, возглавляемые ректором Ельского колледжа, переходят из пуританства в англиканство, делают это очень демонстративно, заявляя свою позицию. В дальнейшем вот эти персонажи, в том числе и Сэмюэль Джонсон, становятся как раз одними из самых активных борцов за назначение англиканского епископа в колонию Новой Англии. Они будут постоянно обращаться с петициями и в адрес английского монарха, и в адрес архиепископа кентерберийского, епископа лондонского, будут постоянно приводить различные доводы в пользу учреждений епископата в Америке. И все же, вот несмотря на все эти попытки усиления давления, усиление влияния англиканской церкви в Новой Англии, прутанизм, конечно, продолжает оставаться доминирующей религиозной доктриной в этом регионе, но расклад сил начинает потихоньку меняться, и это тоже было очень тревожно, потому что англиканская церковь становится привлекательной для жителей колоний даже с точки зрения их возможной политической карьеры. Многочисленные петиции англикан в адрес Лондона, они отложились в такой прекрасной коллекции дворца Ламбет в центре Лондона. Это дворец архиепископа Киндерберийского, и там, собственно говоря, находится этот архив, эта переписка американских, англиканских священников с руководством англиканской церкви. И с точки зрения представителей англиканской церкви в колониях Новой Англии, вот самым ярким представителем, наверное, вот и был Сэмюль Джонсон, неспособность или нежелание властей митрополии назначить епископа в Северную Америку, свидетельствовала недостаточной поддержке государством и официальной церкви, и изъянах политики религиозного плюрализма. Но колониальные священники англиканской церкви постоянно жалуются на многочисленные притеснения. Вот здесь одна из таких выдержек, да, этой жалобы, этой петиции в адрес епископа Лондона, который в отсутствие специального епископа, который бы занимался Северной Америкой, вот лондонский епископ опекал священников англиканской церкви в Америке. И постоянно говорят о том, что в отношении них нарушается как раз положение хартии Массачусетса, который дарует свободу вероисповедания. Они находятся в положении десентеров, вот в этих колониях, а не, казалось бы, Пуритане десентеры, да, на территории британских колоний в Северной Америке. Ну и, можно следующий, да, слайд. Священников особенно, англиканских священников, особенно возмущала практика взимания особого налога со всех жителей колонии Массачусетс на содержание конгрегационалистских церквей, на содержание пуританских школ и колледжей. И если англикане отказывались уплачивать этот налог на содержание пуританских священников, они подвергались тюремному заключению, но чаще всего они просто облагались двойным налогом, как здесь об этом и написано в этой цитате. И они были уверены, что епископ в Америке нужен прежде всего для того, чтобы защищать интересы англикан в колониях Новой Англии, потому что права их повсеместно нарушаются. Но на самом-то деле американские и британские историки, которые изучают идейные дискуссии в Америке по вопросу назначения англиканского епископа, не пришли к единому мнению относительно предполагаемых полномочий церковного иерарха. Все-таки до конца и до сих пор непонятно, был ли бы епископ наделен особыми прерогативами и, возможно, в политической сфере, или его полномочия были только в сфере церковной, в сфере религиозной. Был ли бы он особым наделен статусом как представитель официальной церкви-метрополии и возможности влияния и на политические вопросы. Так вот, вопрос о политической роли англиканства становится центральным в конфликте Пуритан и англикан Новой Англии все-таки со второй половины 40-х годов, после поражения крупнейшего якобитского восстания 1745 года в метрополе. И авторы пуританских проповедей и памфлетов начинают задавать крайне неудобные вопросы о положении американских провинций в рамках империи, правах колонистов, как британских подданных, границах колониального самоуправления и права на сопротивление деспотическому правлению. И вот в развернувшейся памфлетной войне представители англиканской церкви, в свою очередь, начинают увязывать вопрос политической лояльности подданных британской империи с исповедованием англиканства. А пуританские оппоненты настаивают не на английском, а именно на британском характере империи и отрицают полномочия англиканской церкви в целом ряде британских владений. Ну и любые слухи, которые касались возможности учреждения епископата в Северной Америке, вот уже начиная с конца 40-х годов XVIII века, мгновенно попадают на страницы новоанглийских газет и вызывают яростные дискуссии. И вот в подобной достаточно наэлектризованной атмосфере появляется главная пуританская тираноборческая проповедь, подготовленная пастором одной из бостонских конгрегаций Джонатаном Мэйхью. Надь, можно следующий, да? И она посвящена всестороннему обоснованию права народа на восстание. Проповедь эта была написана по случаю столетней годовщины казни английского монарха Карла I. И, по мнению Мэйхью, нужно подчиняться только тем правителям, которые используют власть должным образом. И совершенно недопустимо подчинение власти тиранов и угнетателей, и восстание в таких обстоятельствах – это долг, а не преступление, а неповиновение является законным и славным. И Мэйхью сравнивает светскую тиранию и церковную тиранию, что было особенно важно в свете этого англиканского и пуританского противостояния по вопросу назначения епископа в колонии Северной Америки. Надь, переключишь. Вот он как раз говорит, что светская тирания обычно бывает незначительна в самом начале, пока не превратится в мощный поток. И это же, можно сказать, и о церковной тирании – самой жестокой, невыносимой и нечестивой. Но в пылу вот этой полемики англиканские авторы даже стали обвинять Мэйхью и в якобитских симпатиях, а в частной переписке с иерархами англиканской церкви открыто говорили о публикации его проповеди как об акте государственной измены, что происходит в колониях Новой Англии. Начало Семилетней войны, а главное назначение Томаса Секкера, переключишь, активного сторонника учреждений и епископатов Северной Америки архиеписковым кентерберийским в 1758 году, дает англиканам Новой Англии надежд на окончательное решение вопроса. Но Секкер, несмотря на все свои симпатии, все-таки предостерегает англикан от каких-то резких заявлений и требований. Он говорит о том, что все, что касается учреждений епископата, должно решаться спокойным, закрытым образом. Дело в том, что огромное территориальное расширение Британской империи в результате Семилетней войны и включение в состав подданных британской монархии французских католиков Квебека заставило власти митрополии скорректировать свою религиозную политику, традиционно отличавшуюся откровенным антикатолицизмом, и всерьез рассмотреть петицию жителей Квебека, исповедующих католицизм, о назначении католического епископа в Северную Америку. Многим, как в митрополии, так и в колонии, реальной казалась угроза утраты протестантского характера Британской империи и роста чудовищной гидропопизма. Но англикане, Новой Англии, были уверены, что у них-то наконец появился реальный шанс добиться назначения англиканского епископа в Америку. Если уж завоеванные, подданные французы в Канаде добиваются того, чтобы им разрешили епископа, неужели в этом праве будет отказано урожденным подданным его величество? Ну и одновременно наступление на земли французского Квебека обострило и соперничество англиканских и пуританских миссионеров в борьбе за души индейцев. Вот наряду с англиканским обществом по распространению Евангелия стало активно действовать образованное пуританами Новой Англии общество по распространению христианского знания среди индейцев. И вот как раз Томас Секер делает все возможное, чтобы это новоанглийское пуританское общество не получило никакого официального статуса. И теперь уже архиепископ Кентерберийский вступает в дискуссию, но она такая была немножко анонимная, потому что он вроде бы не под своим именем публиковал эти памфлеты, но он вступает в дискуссию с пуританскими священниками, вот как раз касающиеся вопроса учреждений епископатов Северной Америки. Можно следующие? И вообще Секер, архиепископ Кентерберийский, и Драмонд, архиепископ Йоркский готовят совместный проект решения об учреждении англиканского епископата в Северной Америке. Они представили данный акт проявлением веротерпимости в отношении англикан, которые населяли британские колонии и гарантировали полную веротерпимость в отношении пуритан Новой Англии, говорили о том, что не будет собираться десятина на содержание епископа. В очередной раз речь идет о том, что полномочия епископа будут ограничены исключительно религиозной сферой, и его резиденция должна располагаться за пределами Новой Англии. И одновременно Томас Секер анонимно публикует памфлет, в котором пытается успокоить пуритан. Он утверждает, что учреждение епископата будет гарантией религиозной свободы для всех протестантов Северной Америки, и любые страхи возможных преследований за пуританскую веру со стороны англиканской церкви явно преувеличены. Англика нетерпимы, даже к самым нетерпимым, пишет Секер. Мэхью, можно следующий, да, формально-то, вот, многочисленные, да, все вот эти приведенные названия памфлетов. Мэхью вроде бы и соглашается с доводами Секера в пользу ограниченного епископата в американских колониях, но считает, что подобное развитие событий маловероятных, и одновременно считает угрозу утраты империи и ее протестантского характера вполне реальной. И поэтому особые опасения у пуритан, он их высказывает, вызывает планы назначения в Новую Англию епископа, причем этого епископа они уже называют не англиканским епископом, а подписким епископом. Вот это очень интересный такой переход от восприятия англиканского епископа как вот просто представителя официальной церкви-метрополии, уже вот нагнетаются эти страхи, нагнетается антикатолическая истерия, и уже это даже не англиканский епископ, а папийский епископ. Одновременно вот подобная примирительная риторика Секера вообще-то обижает и англикан Новой Англии. Они были уверены, что наконец-то настало время жестко продемонстрировать десинтерам особый статус англиканской церкви во всех британских владениях. И они, так сказать, начинают, ну, скажем так, нагнетать ситуацию, и резко меняется их риторика вот в подобного рода памфлетной войне. Надь, можно следующий? Тональность, да, это вот просто гравюра, которая тоже показывает опасение, что в Новую Англию приедет кто-то из католических епископов. Следующий, да, пожалуйста. Вот, и тональность высказываний, ну, начинает резко меняться, особенно после принятия закона о гербовом сборе. Конечно, это все происходит на фоне обострения политических противоречий между митрополией и колонией. И англикане допускают весьма категоричные суждения в адрес Пуритан, которые они себе ранее не позволяли. Они связывают отсутствие епископов в Северной Америке с потенциальной угрозой восстания. И вот англиканский священник Генри Каннер как раз в переписке личной с Томасом Секером, да, вот эти материалы хранятся в рукописной коллекции дворца Ламбес. Он утверждает, что в любом королевстве всегда следует опасаться революции. Со своей стороны я не могу избавиться от этого тревожного предчувствия из-за неприятия важнейшего и необходимого института, лежащего в основе нашего государственного устройства. И категорически отвергая компромиссные варианты, которые пытались предложить представители англиканской церкви-метрополии в нарушении, на самом деле, церковной субординации, англиканское духовенство Новой Англии в конце уже 60-х годов XVIII века начинает собственную пропагандистскую кампанию, пытаясь склонить общественное мнение колонии в пользу проекта назначения епископа в Северной Америке. И здесь, так сказать, наибольшую активность проявляет, можно следующий слайд, Томас Чендлер, вот, так сказать, публикует уже обращение к общественности, appeal to the public, пытаясь все-таки аргументировать необходимость назначения епископа в Америку. Ну, ответ, конечно, пуританских авторов не заставляет себя ждать. Знаете, следующий. Это Чарльз Чонси, еще следующий. Чарльз Чонси, один из самых, так сказать, таких авторитетных пуританских священнослужителей, опять же-таки, вот, берет на себя труд полемизировать с англиканами. Но в условиях нараставшего англо-американского конфликта, казалось бы, сугубо религиозные вопросы, начинает приобретать такое откровенно политическое звучание. И в памфлетах, в газетных публикациях активно обсуждается связь религиозного конформизма, то есть приверженности официальной церкви и митрополии, и политической лояльности. И все чаще и чаще представители англиканского духовенства высказывают мысль о том, что среди англикан-то практически нет мятежников. Это в основном верные, подданные британской монархии, я уже завершаю. Но наша церковь не сможет долго продержаться в этом регионе, где у нее так много могущественных врагов. Надь, можно вернуться в самое начало? Или уже нельзя? Хорошо, в самое начало там карикатура. Колонисты-массачисты опасались, что они вне зависимости от их религиозных убеждений, они будут платить существенный налог, который пойдет на содержание англиканского епископа. И вот эта карикатура очень показательна. Здесь изображена разъяренная бостонская толпа, которой привиделся призрак только, призрак англиканского епископа, которого якобы назначил в Америку глава англиканской церкви, монарх. И одна из надписей на плакатах, которые держат протестующие колонисты, гласит, в Новой Англии нет места лордам, ни духовным, ни светским. Вот в самом уголке. No lords. И этот лозунг явно указывает на переплетение требований политического и религиозного протеста в колониях. Другая надпись гласит, стоит ли обязать тех, кто не может содержать себя сам, содержать епископа. Но здесь мы тоже видим такое своеобразное религиозное воплощение многих требований уже последних лет перед началом войны за независимость. По сути дела требования, вот нет налогообложения без представительства. Здесь, по сути дела, речь идет о том, что мы не будем платить специальный налог на содержание епископа. Ну и всячески раздувается антикатолическое настроение, там уже проскальзывала карикатура, о котором речь идет. И вот постепенно в общественном сознании колонии Новоанглии любые действия английского кабинета начинают отождествляться с насилием в вопросах веры. Об опасности эскалации подобных настроений в колониях предупреждал Эдмунд Берг в 1775 году, выступая с трибуны британского парламента. Он говорит о том, что эти люди протестанты особого толка, категорически неприемлющие безоговорочное подчинение. Они не просто благосклонно относятся к свободе, их убеждения построены на этом принципе. Любой протестантизм, даже самый холодный и пассивный, является своего рода протестом. Но та религия, которая преобладает в наших северных колониях, возвела в абсолют принцип сопротивления. Ну и завершая свое выступление, хочу сказать, что священники пуританских церквей Новоанглии сыграют особую роль в мобилизации патриотического лагеря во время войны за независимость. Об этом будут писать многие современники, многие лаэлисты, когда будут анализировать причины американского мятежа. Они будут говорить о том, что когда священники вовлечены в политические баталии, религия становится могущественным орудием, способным либо поддержать, либо опрокинуть государство. И превратив сопротивление колонистов в праведную борьбу, обратив свой призыв к различным группам колониального общества, священники, в общем, прекрасно справились с задачей мобилизации патриотического движения. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова